Приветствую вас. Согласно профессиональной этике, мы не можем обсуждать третьих лиц, поэтому давать характеристику вашему мужу я не буду, вот, кроме только лишь замечания о том, что человек, вот он, скорее всего, такой, и из вашего декста не совсем понятно, был ли он таким всегда, или только, вот, начал себя вести подобным образом после того, как что-то произошло, ну, например, вы встали вместе, да, или что-то такое, что вот непонятно, было бы здорово, если бы вы это отчинили на выход, но в целом ваш мужчина такой, дальше. Хорошо. Я могу тебе сказать, что вы не сможете вести себя с ним как-то, то есть, ну, вы не сможете вести себя с ним как-то вот, ну, вынужденно заставляя себя. Вы сможете вести себя с человеком только таким образом, каким вам подсказывают ваши чувства. То есть, условно говоря, если вы приводитесь, условно говоря, если вы боитесь, условно говоря, если вы ревнуете, если вы злитесь, если вы сравниваете себя с теми девушками, на которых смотрит ваш муж. то вы будете вести себя соответствующе, вот, и вряд ли в этом случае можно будет как-то иначе, как-то по-другому поступать и как-то иначе себя вести. Ну, просто потому что это невозможно. Невозможно вести себя по-другому по-другому. Вот. Отсюда, я не говорю вопрос. Это требование к себе вести себя каким-то определенным образом. Это ваша глобальная позиция стараться рационализировать все, что происходит, не обращая внимания на свои чувства и внутренние процессы. Всегда ли вы склонны обесценивать в какой-то степени то, что ощущаете, то, что чувствуете и так далее. Это очень тревожный звоночек, то, что вы пытаетесь, первое, понять характеристику своего мужа, второе, спрашиваете, как к этому относитесь. Вы уже к этому как-то относитесь и у вашего отношения есть свои причины. У данной ситуации есть несколько моментов. Я бы сказал, что есть морально ценностная и личностная сторона данной ситуации. С точки зрения морально ценностной парадигмы, вы можете не принимать то, что делает ваш муж и то, как он себя ведет. В силу, например, аморальности этого, в силу неприемлемости этого для вас. Здесь важно понимать, что ценности, которые есть у вас, это именно ценности. То есть некоторые такие основополагающие принципы. Например, что муж должен, там, смотреть только на свою жену. Ну, допустим. Или муж, там, не должен, там, смотреть на других девушек, там. Не знаю, больше трех минут, ну, к примеру. Вот. То есть может быть все что угодно. И это ваш принцип. Это ваша позиция ценностная, морально ценностная позиция. И важно не просто, чтобы вот говорить, ну, да, да, вот это вот мне близко, да, вот я с этим согласно и буду, как бы, разделять эту идею, да. А важно, чтобы вы еще и продвигали эту идею, важно, чтобы вы еще и, как бы, старались, чтобы вы платили определенную цену, я бы так сказал, за эту идею. Ну, вот, о чем я говорил как раз. Вот. А, и, соответственно, если вы это делаете, Соответственно, если вы, ну, к этому подходите, да, если вы, ну, так подходите к своим ценностям, допустим. Вот. Вот. То... Нону за рецен аж. Вы имеете в виду... В смысле? В смысле? Нет. изменить в своей жизни конечно. Другой вопрос, хотите ли вы? Да, как бы. То есть это вот то над чем Вам, по моему мнению, нужно хорошо подумать. Вот, потому что в противном случае вы просто не сможете быть счастливой. Наконец, другая сторона вот этой вот проблемы заключается в том, что Вас может именно задевать то, как ведет себя муж. К ценностям Вас это никакого отношения не имеет. Вам просто неприятно, просто задевать. В таком случае проблематика здесь исключительно Ваша персональная. Не имеет никакого отношения к тому, что делает муж. Вот. И, соответственно, работать нужно с Вами. Именно с Вами. Непосредственно только с Вами. Вот. Ну, как бы. Да, чтобы посмотреть, например, например, как Вы, допустим, относитесь к себе. Пример. Как Вы относитесь к, значит, ну, как у Вас обстоят дела. Как у Вас обстоят дела с самооценкой допустим. Да? Вот. Все ли у Вас в порядке с самооценкой? Вот. Нет ли там каких-то проблем с самооценкой? Вот. Ну, и так далее. То есть, это вот такая, в какой-то степени последовательная работа, да? Вот. Повышение своей самооценки. Вот. Повышение, эм... уровня собственной ценности. Вот. Ну, если с этим есть какая-то проблема. И, эм... значит, эм... приход в более такой вот... более... в более адекватное состояние, да? В более... в более адекватное положение, в более... эм... адекватное состояние, вот. Чтобы Вам, например, эм... ну, было... комфортно. Вот. Скажем так. Скажем так. Скажем так. Потому что понятно, что... если Вы... если Вам не комфортно, то, ну, соответственно, ничего... как бы... хорошего здесь не будет. ничего хорошего не получится. Вот. И... как бы... это очень важно... понимать. То есть, в этом очень... эм... важно давать... эм... себе отсчет. да? Вот. Эм... дальше. Эм... дальше. Эм... что общего между вами и мужем? Эм... какого рода Ваши отношения? А потому что... если Вы выстраиваете... эм... свои отношения... например, эм... эм... ну, допустим, по принципу... эм... эм... приза... там... то есть... ты меня забывал... эм... 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 и... эм... допустим, ну, к примеру... к примеру... к примеру... к примеру... ты меня забывал... и я... эм... эм... стал... стал... к твоей, да? и... стал... стала... с тобой... например... 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 это... одно... и одна... постановка вопроса... и другой... есть общее... что... что-то... потому что у нас... эм... много общего... или что-то общее... это... уже... эм... совсем не то... не то же самое... разница? Согласитесь... есть... она... ну... в какой-то степени... довольно... серьезно... по крайней мере... я на это... я надеюсь... эм... я надеюсь... эм... что вы... э... ну... что вы согласны... со мной... в том... что... раз... разница... э... как бы... есть... и она... э... существенная... эта разница... вот... э... так что... э... если вам не приятно... э... то... э... вот... что... ваш... э... муж... э... действует... так... как он действует... э... то это... может быть... связано... именно... с тем... э э... что вы... своего мужа... не совсем... э... э... как бы... коррект на... корректно... воспринимается, да? вы его вполне вероятно воспринимаете как вот свой приз, да, и с этим нужно что-то делать, чтобы таким образом он вам не воспринимался, тогда и легче будет с этой ситуацией справиться. На этом все, я желаю вам всего самого доброго и удачи.